и на связи у нас после некоторого перерыва на связи у нас маг и волшебник экстрасенс парапсихолог Инесса Алиева и, во-первых, я хотел с вами поздороваться, Инесса, здравствуйте Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, радиослушатели, уважаем Да, ну, сразу скажу о том, что вы можете нам позвонить это телефон 847-226-9956, телефон в студии прямой эфир 224-795-7796 ну, и вы можете также нас найти на sungatesradio.com sungatesradio.com также вы можете нас найти на YouTube, это sungatesradio и вы можете нас найти на Facebook то же самое, Сент-Гейт-центр, Сент-Гейт-радио ну, Инесса находится сейчас, в данный момент, в Минске, Беларусь ну, и наша тема сегодня, тема нашего эфира сегодня это Луна буквально вот полтора часа тому назад у нас уже в эфире была женщина из Лос-Анджелеса она рассказывала тоже о Луне, о влиянии Луны на женщин на организм а вот сейчас с точки зрения парапсихологии, с точки зрения магии и так далее Инесса нам расскажет, возможно, совсем другие вещи и еще раз два варианта у нас буквально несколько дней тому назад конкретно 27 сентября у нас было два события они буквально сошлись в одно и то же время это было полное лунное затмение полное, имеется ввиду, для территории Соединенных Штатов и у нас было в этот же день, у нас было Новолуние Инесса, с чего мы начнем как вам удобно, хотите с Новолуния и как оно влияет на людей то есть не Новолуния, извините полное затмение лунное затмение лунное затмение и полная луна я сказал Новолуния нет, это была полная луна полная луния начинайте, как вам удобно, с чего вы хотите и будем от этого двигаться ну, как бы уже само слово понятно что полная луна то есть как бы все темные силы естественно, это луна темных сил как говорится так но плюс еще как бы тут действительно получается все вместе в два, как говорится, этого сложилось значит, еще плюс как вы видели, наверное, все наблюдали что как образовалась кровавая луна то есть ее как бы так называют или обычно суперлуна это когда, простите это когда происходит у нас затмение колуное затмение, когда происходит ну давайте мы сейчас первая часть, вот у нас две части программы первая часть давайте про затмение а почему, скажите кровавая луна и почему темные силы? опять же, темная, потому что она не видна? или как? значит почему она красная? значит, она приближается очень расположена близко к земле то есть на ближайшее расстояние максимально ближайшее расстояние то есть получается к земле она как бы приближена и за счет вот этого то есть она как получается как обратная сторона ну и наливается вот именно как красным цветом то есть и за счет вот этого все считают то есть как бы это в старые времена еще вообще люди считали что ну то есть как бы некоторые бабки считают что когда наступает вот этот день значит это или конец света или ну то есть что-то такое будет как бы трагическое то есть оно на самом деле так то есть это обостряется плюс мало то что полнолуние и плюс еще оно обостряется за счет то что вот идет как бы лунного затмения но мы сейчас говорим простите мы сейчас говорим только пока о лунном затмении и считается что это неблагоприятное будем так говорить событие да и даже как бы не рекомендуется в этот момент смотреть на луну с чем это связано почему контакт устанавливается тогда нет 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 потому что вся вот эта негативная ну то есть как бы энергетика она как бы фиксируется ну то есть она имеет свойство как разрушение то есть таким образом поэтому здесь получается что все вот именно как бы если даже посмотревши на ее то есть могут быть с этим человеком вот именно то есть ну может что-то произойти как бы нехорошее то есть это в дальнейшем то есть она как именно и имеет какую-то определенную кодировку то есть как бы ну хорошо что не рекомендуется во время лунного затмения делать как готовиться к этому событию или не надо никак готовиться к этому событию нужно обязательно как бы ну то есть как бы сейчас вот именно как бы время такое что информируют везде то есть как бы и телевидение я думаю что и радио и интернет да обязательно надо вот по минимуму ну предпринимать какие-то действия то есть ну значит я хочу сказать что обязательно вот именно то есть в этот момент до лунного затмения потому что вообще у нас от меня она нарушает вообще душевный покой и влияет очень сильно на разум и но больше всего вот именно как бы влияет на эмоции поэтому нельзя вообще если какие-то ну то есть как бы вытругаться нельзя потому что на эмоциях вот именно все как бы она сгоряча можно натворить сгоряча то есть и поэтому не Не нужно принимать вообще в это время никаких вот именно и судьбоносных решений, потому что оно как бы это будет как ошибочные варианты, потому что оно немножко имеет свойство этот день, вот именно как бы, если даже какие-то вот или сделки идут, или еще, эта сделка будет лживая, то есть нежелательно как бы вот это делать. Очень сильно хорошо в этот день делать очистки, очистки, так как вообще Луна находится, она как в овне, да, очень хорошие очистки, то есть как бы огнем, то есть именно огнем, то есть это получается, что или чистка там квартиры, дома, неважно, самого человека, как говорится, чистка, то же самое, именно с помощью как бы свечи, как огня. Потом получается, что и очень хорошо в этот день вот именно как бы читать мантры, читать молитвы, потому что это способствует полному очищению как бы в этот день, и оно вот именно это на будущее довольно-таки очень сильный день, который очищает, то есть любой день вы можете проводить эти чистки, оно не имеет такого эффекта, как вот в этот день. А Инесса, скажите, по поводу питания, ну, говорят, в этот день желательно паститься, это правда? Паститься, правда, да, и желательно вообще, то есть как бы, ну, на воде, или хотя бы, если человек не может, тогда хотя бы легкую пищу какую-нибудь употреблять, то есть это, ну, так, фрукты может быть, ну, что-нибудь легкое, но если выдержит на воде человек, то это будет вообще идеально. И очень-очень важно, чтобы человек вот именно как бы перед вот именно затмением принял душ и прочитал молитвы, то есть как бы вот, ну, как очистительная такая это будет у него, как ритуальчик такой очистительный это будет. А вот скажите, ну, это рекомендуемые такие процедуры, а если человек все-таки этого не делает, ну, и ничего страшного не происходит, или как бы... Ничего, оно не произойдет, самое главное, чтобы человек на тот момент не был вот именно на эмоциях, потому что оно, сама вот это как бы лунное затмение, оно очень сильно влияет на эмоции. И потом вот просто с этого может образовываться, ну, разные ситуации, то есть как на разрушение. Инесса, скажите, а имеет значение, есть ли какая-то разница, допустим, в поведении людей, и как к этому готовиться, просто если мы уже говорим о затмении, то между лунным и солнечным затмением? Какая разница? Ну, в поведении человека, раз, да, раз уже у нас было лунное затмение, потом будет солнечное когда-то, будет в следующий раз. Ну, то есть, я вам хочу сказать, оно, конечно, разница имеет, ну, то есть как бы есть разница. Почему? Потому что, как бы, именно само солнечное затмение, так, оно влияет на этот, не на душевный план, на внешний план, а уже лунное затмение, оно влияет вот именно как на внутренний. Понятно, хорошо. Ну, а какие вот ритуалы, допустим, вы бы рекомендовали провести перед вот таким событием, как лунное затмение, особенно тем людям, которые в большинстве своем, они подвержены влиянием вот такого затмения. То есть, у них какие-то вот эмоциональные, тем не менее, вот случаются какие-то сдвиги, что ли. Что надо было бы делать? Как облегчить их состояние? Ну, значит, естественно, что как будто она повышенная такая получается раздражительность. Таких людей вообще желательно, ну, заняться медитацией, к примеру, так, или там посетить, к примеру, церковь, то же самое, прочесть там молитву. То же самое можно как бы очень хорошо, как бы влияет масло лаванды, эфирное оно получается, масло, и оно как бы тоже, вот именно подышать этим маслом. Ну, и очень хорошая медитация, очень хорошо посидеть даже вот перед свечой, как оно и успокаивает, и как нервы, и все остальное. Ну, то есть, как бы оно идет вот именно, как бы на полное успокоение. И, естественно, то есть, кто знает молитвы, обязательно можно прочитать или мантры, или молитвы. Так, именно очистительные молитвы, там, ну, как бы, в православии, это там, можно, тут же, тут же, тут же очень наш, или Псалон 90, или Куприяну Стинья тоже, ну, в принципе, очень вместе, это, вместе они гармонируют все вот эти три молитвы, их тоже, ну, как бы, идеально прочитать. Ну, кому-то нравится мантры, мантры очень тоже, как бы, не итоговную чистку, то есть, они, как бы, хорошо чистят и без всяких проблем, то есть, как бы, тоже могут, как бы, очистить. И желательно, вообще, нежелательно, именно, когда лунное затмение находиться вообще где-нибудь в толпе, потому что, как имеет вот именно энергия разрушения, вот это само лунное затмение, как бы, как на разрушение идет. И желательно, конечно, чтобы не быть на каких-то или тусовках, или, там, как бы, может быть, какие-то будут, там, собрания, или еще что, желательно, вот это как-то, ну, в этот день избежать, потому что, ну, оно, как, не было приятное. Ясно. Ну, хорошо, ну, вот у нас прошло лунное затмение, есть ли какие-то рекомендации с вашей стороны, что было бы делать после этого, или вот оно прошло, и прошло, и больше ничего не надо? Ну, нет, люди, которые, в принципе, знали, ну, то есть, как бы, это мастера знали, это люди, которые, ну, вообще, интересуются, как бы, астрологией, астрономией, астрологией, тогда, ну, они, как бы, про это знают, они проводят какие-то, там, или ритуалы, или чистки, или еще что-то. Ну, обычный человек, он, если, как бы, про это не знал, ну, просто спокойно, как бы, прошел-прошел, то есть, как бы, кому-то это, естественно, может быть, будет, как бы, не очень хорошо, кому-то будет, если человек сам эмоциональный, так как сама, вообще, луна, как бы, в овне находилась, и за счет вот этого, то есть, люди, кто эмоциональны, кто вспыльчивы, вот этим людям, конечно, желательно, ну, как-то провести хотя бы, хотя бы, хотя бы где-то месяц спокойно, ну, то есть, как бы, никуда не влазить, ничего, потому что, ну, оно еще имеет свойство, вот именно, как бы, держаться информацию эту, и... Ясненько. Хорошо. Я хотел напомнить нашим радиослушателям о том, что Инесса Алиева, она парапсихолог и хиллер, то есть, целитель, и, в общем-то, имеет статус доктора нетрадиционной медицины, публикуется в газетах, в журналах, и имеет огромное количество пациентов, клиентов, не только на территории Минск-Беларусь, но далеко за ее пределами, и в других странах, и континентах, в частности, даже через Сангейт-центр были люди, которые приходили к ней на консультацию, насколько я знаю, они все в один голос говорили о том, что это было действительно что-то, то есть, каким-то образом Инесса знает, о чем она говорит, причем для этого ей надо всего лишь фотография и дата рождения, и она может уже очень и очень много что сказать, ну, а если кто желает, опять же, получить консультацию с Инессой, вы можете позвонить нам по телефону 847-226-9956, или же можно найти нас и в Скайпе, Сангейтс 1-0-8, Сангейтс, Солнечный оборот, на конце буква С, Сангейтс 1-0-8. Есть им email, info, это первые четыре буквы, слово информация по-английски, info, дальше собачка, the, это артикль, thesungatescenter.com, поэтому, пожалуйста, если у кого есть желание пообщаться с Инессой, вы можете нам сообщить, и мы вас соединим. Ну и по поводу того, что если кто-то имеет проблемы на любом уровне, опять же Инесса все-таки является целителем и достаточно известным, тоже можете нам позвонить и мы вам сообщим, как с ней можно будет побеседовать. Ну у меня тогда к вам, это по поводу, вы хотите что-то добавить по поводу лунного затмения или мы уже перейдем тогда к полной луне? Да, в принципе можно что-то, если вы в принципе, ну что можно сказать, самое главное, что вообще в этот день желательно, я говорю, полное, чтобы было вот именно спокойствие, чтобы не было никакой неагрессии, никакой вот именно как бы внутреннего такого вот именно тревожного состояния, тогда в принципе все будет нормально. И как этот день вот проведете, да, проведете с очистками, проведете вот именно как бы спокойно, тогда все будет нормально. Понятно. Хорошо. Потому что оно тоже редко бывает и получается, ну как бы вот предпоследнее как бы вот именно лунное затмение, оно было, наверное, где-то 33 года назад, а сейчас вот которое будет, оно 18 лет, через 18 лет, поэтому, ну это очень-очень как бы сильные даты, особенно это очень сильные даты, это как бы этот день для мастеров, для магов, да, кто в этом разбирается, то есть очень-очень-очень сильные очистки, и то есть как бы в этот день можно полностью все, как говорится, и почистить, и загадать вот именно на далекое будущее, то есть программу поставить на далекое будущее. Понятно. Спасибо большое, Инесса.